здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 3 июня понедельник сегодня у меня для вас сенсационная информация поэтому зайду сразу с козырей по сообщениям источников из вашингтона и лондона от людей которые очень плотно занимаются украиной военной области военно-дипломатической в том числе в области поставки оружия так вот по крайней мере два источника сообщают что в опе ермака возник очень острый кризис и он должен разрешиться сменой главнокомандующего сырского в достаточно близком будущем кандидаты на его место генерал майсюк и небезызвестный генерал буданов майсюк если кто не знает напомню это бывший командующий десантно штурмовыми войсками украины ну короче говоря десантник десантник это достаточно такой особый вид войск в любом государстве так во всяком случае на просторах бывшего советского союза я помню российский генерал лебедь известная личность который в свое время возглавлял российскую армию в приднестрове оценивая качество командира десантника он говорил что главное это умение упасть и отжаться но я надеюсь он знал о чем говорил и надеюсь что генерал майсюк мастерски владеет этими двумя качествами которые должны помочь ему в руководстве вооруженными силами украины больше от него по идее требоваться ничего не должно потому что управляет в ссу сейчас чем собственно говоря и вызван весь сырбор и надеется продолжать управлять ермак ну и вот эта идея которая возникла смене сырского значит она вызвана с тем чтобы запутать следы бурной деятельности ермака в области неофициальной но очень активным активным руководством в ссу руководит ермак через очень жесткое нормирование или распределение боекомплектов которые поступают через иностранную помощь различным подразделениям в ссу и таким образом значит он определяет какие подразделения будут получать помощь каком количестве которые не будут и вот тут как говорил свое время михаил сергеевич горбачил собака и порылась потому что по мнению источников вернее не просто мнению по убеждению этих источников на которых я вам сослался они совпадают источниками из военных кругов в ссу так вот значит деятельность ермака в этой области приводит фактически к плавномерному уничтожению лучших подразделений в ссу вот я не хочу вам называть конкретное подразделение которое я имею ввиду чтобы меня потом не обвинили том что кого-то лоббирую и так далее я вам скажу просто вот назовите сейчас каждый который смотрит из украины мое видео назовите любое с вашей точки зрения эффективное подразделение в ссу и это будет и вы попадете прямо в десятку это то подразделение которое не получает достаточном количестве помощи который ермак куда-то уводит другую сторону и результате значит что получается те подразделения которым доверяют наиболее опасные участки на фронте на которых возлагается задание стоять отстаивать защищать любой ценой или взять любой ценой они должны это делать ценой своей жизни потому что достаточного количества боекомплектов у них нет и это делается через связку ермак который дает указание и сырские которые это указание выполняет и в этом и состоял великий в кавычках смысл замены заложного опия ермака нужен был полностью ручной главнокомандующий который молча беспрекословно будет выполнять его ермака оманского указания ну и люди платят платят своими жизнями вот эта практика она очевидна для инсайдеров и в ссу и иностранных партнеров украины и вызывает глубочайшая глубочайшую озабоченность повторяю речь идет о том фактически ермак управляет военными действиями он управляет где произойдет какое-то там то ли наступление то ли паническое отступление и он фактически таким образом не давая достаточное количество боекомплекта оставя опаснейшие сложнейшие задания приводит к тому что лучшие элитные части в ссу они истощаются и они гибнут и это не один только род войск который таким образом вот страдает от этой бурной деятельности этой двойки нечто подобное делается в отношении кибервойск который является важнейшим элементом современной войны вы знаете радиоэлектронная борьба специалисты каждый из этих специалистов на вес золота их готовят в киеве в элитном военном училище я помню много лет назад когда я служил в одесском военном округе в войсках специального назначения у нас половина офицеров было как раз из этого киевского тогда назывался киевский институт связи сейчас это киевский военный институт телекоммуникации и информатики так вот этих людей которые готовят пять лет в этом учебном заведении это так сказать мозг белая кость современной армии любого государства их бросает на штурм там взять бери автомат или это самая автоматическую витовку вперед а брать лесопосадку вот такие людям ставятся задания но немного таких бурных атак и учитывая что их не десятки тысяч этих специалистов они могут понести серьезнейшие потери ну и плюс насырского поскольку проблема существует с как вы знаете с мобилизацией с призывом дополнительного количества людей в состав в ссу это не секрет что дело идет достаточно сложно насырского можно также свалить и проблему с т.ц.к. потому что т.ц.к. они подчинялись я не знаю как сейчас но вот когда сырский командовал сухопутными войсками т.ц.к. подчинялись именно командованию сухопутными войсками то есть всегда можно свалить что это вот сырский разгромил эту систему она действительно была разгромлена но это еще как как говорится в одном знаменитом советском комедийном фильме это произошло еще в 18 веке но тем не менее значит всегда есть козел отпущения на которого можно свалить еще и это вот значит но это не единственная проблема то есть голодный паек на котором держат элитные войска в ссу он привел еще еще к одному кризису в высшем руководстве украины который затрагивает в ссу ну многие из вас знает что у пути у зеленского грубо говоря есть два фаворита один из них это ермак а второй буданов которым зеленский якобы обоим в одинаковой степени благоволит так во значит из-за вот этой деятельности бурно этой двойки ермака и сырского разгорелся острейший конфликт между будановым и сырским а значит и между будановым и и ермаком таким образом сейчас в качестве главных кандидатов на замену сырскому главными является майсюк который он сказал а второй буданов то есть весь вопрос в том кто ближе кто милее зеленскому или кто держит зеленского на более коротком поводке тут оба варианта возможно но и сейчас говорят что большие шансы стать следующим главнокомандующим имеет майсюк данного шансов меньше поэтому вот и и и расценивайте расклад сил высшему руководству но весь этот бардак рукотворный это вот следствие тех интриг которые плел и плетет ермак аманский аманский козырь который начал плести вскоре после известной памятной многим поездки тайной миссии в аман так вот недалеком будущем значит то есть прошлом вот какие события предшествовали назреванию так сказать последней стадии созревания вот этого стрейшего кризиса все началось собственно говорят не началось но так будем считать наиболее важные последние веки улик увольнение заложного увольнение заложного потому что он мог ну деликатно дипломатично поэтому ему послобы назначили мог вежливо послать его надо было убрать то есть он руководил более-менее самостоятельно в силу и это бесило не давало возможности аманскому подставить вас у под свой контроль нужно был человек который будет глядеть ему в рот и смею и молча выполнять его указание так увольнение заложного и если вы помните это списали на то что заложное на каком-то этапе сказал что обстановка на поле боя такова что нужно переходить к стратегической обороне что подразумевает в том числе строительство фортификационных сооружений ну и тогда помню отдельно высказывание зеленского что нам нужно нужно наступление если генерал заложный значит не может не способен у нас есть для него замена вот у нас там типа фельдмаршал наступление наш наш гудариан вместе с манштейном в одном флаконе и фамилия ему сырский он все уладит уволили в феврале в начале заложного посадили посадили на его место сырского и вот буквально в это же время зеленский я помню впервые по моему даже в январе он впервые упомянул так поставил это в практическую плоской что надо строить на харьковском направлении фортификации это было в январе 1 марта глава военной администрации харьковской области синегубов заявил в нее он потом это он сказал в мае месяце что с 1 марта под его руководством началось строительство уже аж 3 линии обороны то есть подразумевалось что до 1 марта уже первые две линии обороны были построены как следует как следует но поскольку уволили в начале февраля 8 заложного то есть первые две линии обороны уже их руководство и наблюдение должно было формально проходить под руководством сырского а фактически ермака в марте месяце в марте месяце приезжает в киев салливан с предупреждением о том что ребята вы слышите знаете видите и мы вам сообщаем что там концентрируется с той стороны границы от харьковской области концентрируется российские войска что-то готовится вам нужно настойчиво порекомендовал салливан строить оборонительное укрепление но произошло нечто подобное мне не нечто подобное но практически калька того что произошла что произошло в январе 22 года когда буквально за месяц после настоящих после полугодичных предупреждений по дипломатическим по военным каналам потом буквально воплей через все средства массовой информации через атлантический океан из вашингтона доносилась грядет агрессия готовьтесь а в ответ тишина потому что слушал козырь оманский слушал этого козыка вот тогда значит с этой миссии приехал директор цару бурнс предупредить с последним предупреждением вот сейчас приехал салливан на бурнса потом списали что он якобы значит человек путина поэтому его не послушали тогда но уже салливана салливан тоже люди из не люди из пропагандистская обслуга опы ермака это бой их приписал обоих приписала к людьми которым управляет или манипулирует кремль удобно так если где-то там провал опи значит виноват агент путина ну один раз да может быть могло бы случиться но два это уже перебор короче говоря приехал салливан предупредил стройте оборонительные сооружения проигнорировали потом начали говорить как вы знаете сейчас это модно что вот то что произошло под харьковом это произошло из-за того чтобы американцы не дали возможности стрелять по территории российской федерации через границу но если надо было этот вопрос тогда обсудить и выяснить так есть же запрещение или нет вот в марте у салливана раз можно было тогда и спросить если было бы запрещение можно было бы поставить вопрос ну дайте разрешение но нет он приехал предупредил что что-то готовится вам ребята надо обороняться стройте укрепления в ответ у него не спрашивали если запреты применять атакамс или нет если значит есть запрету дайте нам разрешение я вам напомню что в это время уже состоялась поставка первая тайная поставка в количестве 100 штук были поставлены ракеты атакамс дальностью 300 километров то есть удобно было бы ребята вы нам передали какие-то можем мы или не можем а если не можем то дайте вы же сами говорите что там готовится никаких запросов нет не помимо атакамс в это же время в распоряжение ермака сырского имеется уже более 150 ракет стоп шэдо готовых к применению в любую секунду сказал салливан что там муссируется собирается какая-то банда рашенских этих самых вояк бейте storm shadow британцы призывает бейте используйте ничего не делают то же самое происходит опять-таки развитие событий как накануне 24 февраля 22 года затем в апреле уже остин на следующий месяц видя что ни черта не делается уже остин призывает ребята делайте что-то с оборонительными сооружениями и опять блестящая возможность спросить а может мы пульнем атакамс не спрашивают не интересуются не надо все идет как вот 22 году тоже приехал бэрнс проигнорировали потом начали кричать а он поехал в москву и слил нас там и так далее вот он должен был приехать услышав киеве что на нас никто не собирается наступать из россии мы не собираемся воевать вы нам рассказываете в сказке подрываете наши инвестиционные планы идите вы нафиг отсюда и бэрнс должен был наверно поехать потом в кремль и сказать путину если вы нападете на этих людей которые вот меня послали нафиг сейчас из киева мы начнем с вами ядерную войну нонсенс ну так вот значит в апреле уже остин предупреждает что что-то готовится никто и ухом не ведет в опе ермака и никаких запросов на насчет применения атакамс опе не надо было тогда не разрешение на применение атакамс в глубь российской территории не 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 было необходимости и применять storm shadow на которой не надо было вообще ничего а этими ракетами одними storm shadow 150 штук ракета летит на где-то пятьсот сорок пятьсот шестьдесят километров а если два бака при собачеке она и на все тысячу километров готова там все можно было отутюжить не собирались не надо было 9 апреля 9 апреля зеленский посетил строительство фортификационных сооружений в харьковской области репортаж был фотографии были я даже смотрел на страницах американских газет пришел посмотрел с видом знатока раздал награды и удалился никаких замечаний я не слышал то есть надо полагать что он оценил что когда это американцы все under control контролева на усе все хорошо но и 20 апреля палата представителей сша проголосовала за выделение 61 миллиарда помощи украине я так предполагаю а все к этому и сводится так сказать оперативный анализ что особо не дергались в опе до вот этого момента 20 февраля потому что надежды на то что республиканцы в палате представителей утвердят этот пакет было немного все готовились к тому что ничего республиканцы не дадут ну и а чё тогда дергаться сооружение никто не строит деньги уже разворовывается там же как тени губов рассказывал 1 марта начали строить чего начали контракты начали то есть получили деньги какое-то количество сотни миллиардов да или нет простите там в общем не помню громадные деньги там сотни миллионов миллиарды и с начала марта начал начали контракты заключать но контракты помните с кем там среди достойных лиц которым доверили эти деньги и важное государственное дело были как говорят значит какой-то я даже не знаю как его назвать забулдыга который украл бутылку виски джек дэниелс затем какая-то алкоголичка из непропетровской области затем из той же области из того же населенного пункта киас керша то есть сотрудница ларька какого-то чувствуется чувствуется люди номенклатура ермака его люди это руководительница у него отобрали родительские права ну и еще там был какой-то чел у которого родственник высокопоставленный чиновник в киеве то есть осваивали оставил осваивая деньги и ну и нафиг и помощи это не нужно так по большому счету все пойдет своим чередом это на тебя приняли республиканцы этот пакет помощи но козырь оманский быстренько сообразил ситуацию и вот эту значит между собой устроил между ним и сырским с целью направления потока оружия ну в необходимом направлении таким образом построил фактически управление поставил под свой контроль управление в ссу и боевыми действиями в стратегическом плане источники на котором ссылался говорят что не просто там потоки куда-то направлял а там в равных этих потоках пусть уже идет там на местах определяют и подобного он до мельчайших партий боеприпасов определял что куда пойдет и в результате сложилась вот такая идиотская ситуация когда часив яр оказалась в разгар там самых ожесточенных боев у подразделений в ссу гранат ручных не было которых послали папа по само по линии помощи американцы и другие страны на то таком количестве что их можно было накормить всю опу ермака но вот часив яр там не оказалось и артиллерии в ссу там не оказалось тоже почему-то в самый в самом напряженном месте в самый напряженный момент а помощь она она шла сразу пошла мощнейшим потоком то есть 20 апреля палаты представителей утвердил этот пакет помощи пентагон не стал с подачи вернее с благословения белого дома не стал дождаться пока это сделает конгресс пока это подпишет байден там уже все склады они накануне готовились забили все склады на 5 американских базах в европе оружием которое было предназначено для украины и она она пошло пошло самолетами в результате значит все эти поставки были чуть ли не золотыми оказались опустошили мгновение ока склады которые заполнили буквально и заполнили в течение предыдущих где-то 2 2 3 месяцев потому что до этого их в те месяцы когда там был вы помните перерыв чуть ли не полгода когда деньги иссякли у пентагона ну тогда и значит брали оружие то что можно было в кредит на будущее из армии соединенных штатов америки из ее запасов и таким образом пробили там брешь 6 миллиардов долларов короче говоря уже 20 21 апреля пошел этот поток помощи и до 10 мая помощи оказалось много очень много на границе с украиной потом значит мне рассказывают то что происходит логистический час некоторых основных пунктах польши через которые это все перевалочных пунктов через которые все это идет происходит логистические чудеса то есть склады опять армии соединенных штатов европе думайтесь армии всей армии цель которой это противостоять российскому агрессору если он совершит полномасштабную сухопутную в том числе агрессию против страна то в европе значит вот это вооружение должно было использоваться тут его все направили в украину и последние последние недели уже что сделали садится самолета там они садятся один за другим что-то с ним надо делать количество этих посадочных полю на полос разгрузочных мест не так много то есть команды садится самолет тут же люк открывается тут же это все выносит и грузится на автомобиле и отправляется даже не на склад туда прямо вот то же самое делали и во времена берлинского кризиса когда американцы устроили это чудо первое чудо логистике берлинский воздушный мост сейчас они его повторили и все это пошло через грязные руки вот этой двоицы ермака и и сырского то есть было так по большому счету если бы сидели там ответственные понимающие ситуацию люди болеющие за страну с 20 по 10 20 апреля по 10 мая когда началась эта агрессия вернее не агрессия доступления российских войск в харьковской области через границу то есть 20 дней можно было правильно распределить бы все это было но судя по всему это никому было не нужно 10 мая начинается это все в первые же дни даже в первый день враг он не пробивается с боями он не взламывают оборону в ссу оказывается ее нет ее просто не было враг повторяется ситуация 24 и далее значит в феврале 22 года когда орки садятся на автомобиле на свои грузовые ложатся спать засыпают и прозапра просыпаются уже под херсоном хорошо выспавшись пути потому что никто не стреляет вот так же примерно ну так с известной долей относительной относительности также они въезжают в расположение в серую зону контролируемая в ссу потому что нет обороны и нечем их отбить боеприпасов которые уже идут они идут к ермаку оказывается закрома ермака и самое плохое для опы что случилось что это тут же просил просил просочилась в западу прежде всего американскую печать я сам помню когда читал со ссылкой на конкретных военнослужащих причем не рядовых а такого достаточно высокого уровня которые рассказывали как на их глазах орки въезжали в эту серую зону но и тут же вскоре последовали сообщения украинских сми которые опубликовали соответствующие документы о том кто получил контракты на эту помощь но сразу было понятно что очередной очередной левый мошеннический левая мошенническая операция на крупную сумму денег и надо было с этим что-то делать то есть скандал был видимо надеялись еще до 20 апреля что так более-менее тихо во первых помощи не будет но потом ладно помощь будет помощь далее ну а мы теперь ее куда-то там направим и закопаем в это время значит враг углубиться под подальше а цель как я вам сказал в своем первом репортаже по первому же дню этого наступления цель врага состояла в том чтобы максимум захватить по возможности области те которые он включил у харьковскую область донбасс да включить которые вернее поставить под контроль которые путин включил уже в конституцию в качестве российских территорий и и и здесь вот возник 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 возникла кризисность для опы ситуации который надо было решать что делать ну и решили решили тринадцатого они обратились за помощью и потом обвинили что им тут же его не дали значит а я вам напомню напомню хронологию как это происходило чтобы мы значит имели максимально детализированную картину и так тринадцатого впервые посчитали что вот без без разрешения американцев бить по территории значит врага невозможно ничего сделать поэтому дайте нам это с тем что эти как писали во всяком случае американские средства массовой информации враг начал наступление не полками не дивизиями не армии не корпусами максимальное подразделение по численности который принимал участие в этой атаке 10 мая это было рота то есть так по большому счету по ротам из атакам да и стоп шеду как-то так не совсем да получается вот кассетные боеприпасы там нормально пригодились одиночные как-то ну мог с ним бог с ним надо было разрешение понадобились фаберже на который потом плохой танцор мог свалить свое плохое исполнение по д.д. какого-нибудь или антроша в лебединым озере байден 15 мая дал разрешение то есть как писали американские газеты почти практически с космической скоростью на отработку деталей и потом уже окончательное решение о котором сообщила политика вообще-то подразумевалось как я вам говорил еще до того как оно было принято это прогнозировали американские эксперты и инсайдеры это должно было быть дано разрешение ну просто так без шуму и без пыли как говорится применяйте так вот на отработку деталей ушло две недели и вот после этого значит опа ермака который надо было объяснить что произошло а это была вторая сдача украины за прошедшие с февраля 22 года время первый раз я сдавали 24 февраля 22 года а сейчас это был второй этап надо было сдать харьковскую область с ним чтобы пути значит мог максимальное количество вновь освобожденных так сказать территории реально поставить под контроль так вот значит запустили тезис что вот вот эти две недели они все и погубили то есть плохо плохо для в сау люди гибнут мне тут пишут у нас люди гибнут я вам а лаверды вопрос задам а почему не стреляю опять-таки 150 стромшедов в вашем распоряжении если вы считаете что вам надо ракеты то вы могли с 10 мая уж ладно до 10 мая вы не стреляли но вы вы осознали 10 мая что вам надо ракетами и у вас есть 150 стромшедов так стреляйте черт поверье нет они сидят и ждут с радостью надеждой что это продлится как можно дольше продлила продлилось это не так долго до примерно 28 мая то есть примерно две недели но эти две недели значит байден не сидел не чесал за ухом администрация занималась конкретными деталями она занималась деталями именно как мы знаем разница между победой и поражением в войне и в разведоперациях именно в деталях там вот весь и черт спрятан а что произошло за эти примерно две недели за эти две недели соединенные штаты занимаются отнятием у путина у кремля их самого эффективного оружия вот в этой агрессивной войне это блеф применения ядерного оружия ну мы с вами масса раз огромное количество раз по поводу этого оружия и возможности его применения говорили позиции нашей ясны я считаю что это блеф большинство людей по всяком случае слушатели этого канала согласны но знаете одно дело когда мы сидим вот кто на диване кто кресле кто перед микрофоном с нас так сказать взятки и гладки вы понимаете но у президента соединенных штатов который еще находится в разгаре предвыборной кампании президентской это очень сложный вопрос ну и по существу он сложный а вдруг а вдруг промахнешься а вдруг вот действительно такой идиот сошедший с ума что и нажмет на красную кнопку но если практически более практический вопрос вот я дам команду применять а там с кремля раздастся дикий писк виск и так далее этот писк виск как это обычно делается последние месяцы подхватит подхватит трамписты в москве в соединенных штатах и будет орать о том что байден подвел америку ведет в третью мировую войну и все и тогда проигранные выборы то есть надо было выдернуть ядовитое жало ядерного блефа и спасти и спасти кремлевских орков вот этим занялись в течение двух недель первое что делается администрация соединенных штатов по соответствующим каналам довела до кремля что если они применят тактическое ядерное оружие и даже если никто не пострадает результате этого применения соединенные штаты используют конвенциальное оружие при помощи которого они уничтожат все российские войска в и вокруг украины ну там еще на всякий случай черноморский флот там же находится то есть вы знаете эту тезию эту историю я первый сообщил об этом когда услышал это было по моему в апреле 22 года об этом сказал уэсли кларк поздной ночью это было уже после 11 ночи в программе мс нбс и она больше нигде не прозвучала эта мысль а я просто смотрел телевизор тогда это запомнил просто врезалась мне я вам сказал потом эту мысль повторял генерал ходжис неоднократно но все это были частые мнения частых отставных генералов а здесь это совсем другое дело это одно государство одно ядерная одна ядерная держава официально предупреждают другую это совсем уже так сказать другая игра ведется то есть такого не было со времен карибского кризиса это серьезнейший ход более того чтобы это не оказалось за просто за кулисами соединенные штаты поняв что кремля это воспринимают должным образом то есть видимо там уже не кричали что мы в ответ там все свои кракозябры на вас обрушим видимо увидели что там в кремле моргнули через министра иностранных дел польши сикорского об этом предупреждение было объявлено на весь мир через издание за экономист которому сикорский дал интервью с тех пор вот эта история она стала уже ну де-факто информацией де-факто фактической и чуть ли не политика полиси нато североатлантического альянса мощнейший ход но на этом не остановились через некоторое время там через день через два из южной дакоты из базы поднялись два б-52 бомбардировщика они долетели до великобритании там была у них краткосрочная посадка потом они опять поднялись облетели сделали круг вокруг балтийского моря и специально петлю сделали в воздухе вокруг калининград калининграда и там же российская основная военно-морская база на балтике тоже очень сильный ход б-52 просто так не летает наконец-то чтобы было понятно о том что соединенные штаты не одни а с союзниками французский истребитель рафаль впервые испытал в воздухе ракету воздух земля ракету новейшую которая может нести ядерное оружие таких испытаний франция не проводила десятилетия и все это вот происходит в течение сжатого промежутка времени каких-то там ну чуть чуть меньше двух недель затем памятные нам всем удары по комплексом раннего обнаружения воронеж прежде всего под армавиром потому что результатом удара подорска мы так и не знаем и я вам детально объяснял что это значит а это значит ну господа я вам скажу так если бы это было во времена советского союза то это практически война кремлевские члены политбюро тут же бы поняли однозначно что нас все ослепили следующий удар уже ядерными ракетами то есть вот два таких хода во первых первое предупреждение что мы применим затем значит ослепленные радары я раннего обнаружения стратегически тут я не говорю о том что поменяли правильно что это все было организовано церру соединенными штатами но как я сразу сказал тут главное не то что мы с вами думаем или кто что-то будет говорить в кремле сто процентов однозначно расценили удары по вот этим радаром как операция совершенная скажем так американской воещины и церру однозначно и хоть бы мы все бы вот дружно взявшись за руки начали жарко рассказывать оркам что это не так это сделал лично буданов нажимал на кнопки никогда в это не поверит и это самое главное шимасич он шел в кремль и вот и вот что значит что было совершено за эти две недели и это имело колоссальный эффект просто колоссальный потому что я видел как на помете на одном из пометов сразу после этого бился в истерике один из самых сумасшедших там есть у них один депутат думы который раньше своим языком превращал в ядерный пепел так легким движением языка париж берлин лондон там иногда до вашингтона добирался а теперь он бился в экстазе разводя руками говорит и что мы теперь сделаем а ему другой говорит а у них ресурсы больше ничего не сделаем он кричал они перестали они то есть штаты и западные союзники украины они перестали бояться нашего угрозы нашего ядерного оружия это 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 самое было страшное что их лишили с них штаны сняли вот немножко переграфразирую раневского известное ее высказание можно начать так вот я бы так это сформулировал с кремлевского орла или бледной моли ощипали боевые перья и под ними обнаружилась маленькая сморченная гусс гусска вот что произошло лишили лишили этих перьев лишили этого оружия блефа этим оружия массового поражения теперь сейчас у них проходит в москве научно практически форума ядерном оружии лучшие умы лучшие умы один из них под караганов я вам рассказывал сейчас я не знаю даже присутствует или нет его не слышно потому что там впервые впервые за последние десять лет появился единственный ученые а их там немного осталось их наверное нужно на пальцах на руки пересчитать до среди них среди них есть такой алексей арбатов который единственным там ученый а не пропагандист который понимает и у него это понаследству на царь своего знают эту проблему контроля над ядерным оружием и проблему сдерживания так вот на днях вот в уикенде было большая его большое его интервью по интерфаксу опубликовано где он рассказывает там уже ни слова о том что надо пугать ядерным оружием применять нет там речь идет о том что нужно восстанавливать сдерживание а сдерживание это чтобы никому и в голову не пришло применить ядерное оружие и там глубокая мысль прежде всего для кремлевских дегенератов которые не понимают проблем он говорит вы понимаете чем дело тактическое ядерное оружие есть тут есть большой дисбаланс тактическом ядерном оружии россии и соединенных штатов вот для россии тактическое ядерное оружие она действительно тактическое потому что они могут решить тактические проблемы потенциально в украине допустим если не применят на восточном фланге нато если не применят это все-таки тактические проблемы практике тактическое решение а вот для нато для америке тактическое ядерное оружие а его у них около ста бомб новейших модифицированных очень гибкого применения которых можно мощность уменьшать можно увеличивать легким легкой для легким движением руки понимаете а вот для них штатов и нато это оружие стратегическое потому что это оружие оно им американцы могут достигнуть любой точки европейской части россии о чем речь так грубо говоря что если russians взорвут где-то ядерное оружие где-то в украине или восточном на восточном фланге нато то в ответ соединенные штаты со своей бомбой но мы с вами обсуждали три минуты лета и нет ленинграда для петербурга немножко больше и нет москвы тактическим ядерным оружием то есть они они задумались и пришли в ужас если есть что-то положительное в том что произошло вот сначала мая и по настоящий момент вырвали ядерные вот это ядовитое жало ядерного блефа но и слава богу наступление захлебнулась собственно говоря как я высказал свое мнение в первом же репортаже 11 мая было после первого же дня потому что но когда увидел что наступление ведется ротами даже не батальонами а ротами и они не с боями взламывают там укрепления они просто въезжают я понял что там дальше стратегических каких-то достижений враг не поимеет но и захлебнулась окей но враг въехал без особого то есть это результат манипулятивного распределил распределение боекомплекта который нескончаемым потоком невиданным поступают от союзников в границам украины можно теперь его и гнать эти роты гнать обратно но их нету не до этого боекомплекта у элитных подразделений которые находятся там ну и вот такая вот ситуация и сложилась и значит в этих условиях опа делают два хода во первых начинают начинает ныть что им не разрешили стрелять хотя у них было что стрелять чем стрелять и до сих пор есть даже без разрешения во вторых вот вот это самое главное ну а затем вход была пущена очень эффективная в отрицательном плане тактика криворожской школы дипломатии зеленский начал хамить причем значит как определила установила документально financial times ей в руки попал меморандум которая распространила опа ермака среди членов парламента в своей фракции верховной ради в которой им приписывалось критиковать байдена и за то что значит стрелять не дали им аж целые две недели хотя повторяю у них было чем стрелять но и затем пошло поехало о том что байден не приедет не приедет насколько стать его нужно туда ехать после этих высказываний зеленского о том что байден виноват что там люди гибнут хотя зеленский там не построил деньги под его руководством разворовали и не применил тот боекомплект у которого он был под рукой ну а потом пошло значит байден не поедет на встречу в швейцарии это отдельный разговор ну и так далее и так далее и приписывалось значит что вот члены парламента то есть это было инспирировано опой ермака но в ответ на это значит видимо американские британские здания обратились к ермаку с просьбой про прокомментировать и он сделал заявление он сделал заявление о том что никакие анонимные источники не могут разрушить нерушимую дружбу между америка и украиной я не знаю вот понимает ли зеленский насколько его за дурака держит тот же ермак то есть это же он на его науськал когда он начал нести там разную дичь публично причем каждый форум куда он сейчас не поедет в турне он везде рассказывает о том что байден неправильный ход не сильный ход сделал когда значит он отказался ехать на встречу в этот самый в женеву но но я не знаю стоит ли об этом рассказа наверно стоит отдельно это отдельно посвящу потому что это встреча в женеве вот это мероприятие ну во первых на обречено это мероприятие которое задумано изначально ермаком и его лоббистами в копенгагене это бенефис ермака который к украине по большому счету особенно сейчас имеет очень относительное значение все решается на поле боя где тот же ермак сейчас делает все для того чтобы помешать успеху в силу и одновременно проводить этот хурал на деньги это немыслимые деньги для украины на которые можно там полчища рой беспилотников сделать это 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 конечно идиотизм и очень жаль что как-то так вот зеленский на все это ведется то ли он не понимает но тогда у меня вообще вызывает вопросы его ментальное интеллектуальное состояние а вот американцы они поняли они поняли и чувствую что они не на шутку обиделись потому что это превращается какую-то дурацкую тенденцию или традицию вы помните накануне саммита нато в вильнюсе когда американцы накануне с коллегами там посвящались хотели хорошую формулировку украине сделать не принять еще в нато но какую-то хорошую формулировку сделать зеленский на пути в самолете как говорил переописал михаил жмонецкий пролетая над череповцом и посылая всех к ядрине фени вон там твиттер за какой-то зафигачил да помните и американцы пришли бешенство хотели вообще всех убрать упоминание об украине из этого каменнике но потом охладилась ситуация и как-то так более-менее справили но но тем не менее каменнике после этого нежданчика зеленского в отношении украины было хуже чем оно могло быть если бы он этого не делал сейчас то же самое накануне очередной причем такой юбилейный саммит нато и еще две недели назад американцы обсуждали что надо британцы то же самое надо хорошие формулировки в отношении украины сильное должно быть чтобы послать и врагу в кремль послать соответствующийся сигнал то есть там речь шла чуть ли не о том что все украину принимают в нато ну не совсем конечно заговорками но максимально сильная формулировки после вот этих нежданчиков последних зеленского в адрес же байдена ситуация достаточно резко изменилась и администрация выдвигает свои претензии первая претензия коррупция во время последнего визита в киев блинкин поднял вопрос о том что коррупция коррупция еще раз коррупция несмотря на то что идет война потому что вот этот разгул коррупции который организован в том числе и прежде всего опе и опой он как-то так несовместим с идеей победы в этой войне так что вы думаете как писал значит вашингтон пост поэтому по вопросу зеленский пришел в бешенство от того что блинкин поднял вопрос о коррупции то есть не мешайте нам в январе феврале 22 не мешайте нам великое будивництво делать и закапывать деньги у вас в асфальт а сейчас не мешайте не на часе ну что вы со своей коррупцией мы тут глобальные идеи решаем вот но в администрации не собирается на этом останавливаться то есть вопрос поставлен ребром дальше это не прокатит но я скажу откровенно я услышал интервью зеленского который он дал узбекским журналистам я не могу ошибиться не узбекским из из центральной азии представителям журналистских кругов центральной азии где ему задали этот вопрос и он поплыл он нес полную ерунду полную то есть до этого более-менее нормально содержательное приемлемое интервью было просто после этого такой там лепит совершенно не человека который совершенно не в теме то есть это 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 был это отношение человека который не только не понимает или он не хочет понимать вопроса о коррупции а следовательно ничего с ней не делает и не собирается делать он возмущается что союзника от которого это же зеленский на сто процентов полностью зависит ставит этот вопрос следовательно при зеленском этот вопрос решаться не будет поэтому какой о каком нато о каком евросоюзе зеленским президентском кресле в украине может вообще идти речь вопрос закрыт я вам кстати об этом говорил еще до вот этих всех выкрутасов зеленского и так далее затем вторая претензия который за вашингтон выдвинул это увольнение тех людей в руководстве украиной которые были эффективны которые более-менее по сравнению с другими были моральными людьми понимали свою задачу как патриоты украины они прохиндеи цели которых от этой украины не столько защитить сколько ее ощипать желательно миллиарды долларов конкретно указаны валерий заложный александр кубраков по поводу заложного говорили что предупреждали я у меня у меня целый несколько было по моему два или три видео где я цитировал американские источники писали и говорили это будет катастрофа иметь катастрофические последствия это увольнение пожалуйста имеем теперь этот дуэт дуэт ермака и сырского и вот к чему это приводит вот такая ситуация господа несмотря на все я считаю что запад соединенные штаты и нато великобритания в том числе они настолько уже прониклись этим делом то есть помощи украине в отражении агрессии и настолько все это вложено кстати не обращайте внимание на высказывание трампа вы все понимаете что то что он сказал сейчас друзья недавно о том что он бы там бомбу сбросила москву это все от лукавого человек просто крыша крыша идет в связи с его личными сейчас проблемами он уже не знает что говорить всегда помните что это его фракция полгода не давала и кричала ни цента украине в конгрессе поэтому это из-за них задержались на полгода выделение пакетов 61 миллиард долларов есть надежда что он никогда не будет президентом сша кстати сейчас он ожидается ожидается его определение ему наказания есть высокие шансы что он закремит за решетку все-таки на небольшой срок на 30 или на 40 дней но сам факт что он туда загремит если это случится это должно поставить крест на всех его президентских амбициях потому что представить американцу что этот человек который вот зэк также его обязательно сфотографирует смотрит в мир через решетку а завтра он будет управлять соединами штата америки но это я не знаю как это возможно короче говоря господа напрасно опа ермака видимо попыталась разыграть карту трампа она уже пыталась один раз это сделать когда трамп стал президентом и для этого ермак с одобрения зеленского открыл 5 уголовных дел расследований 5 ну что я сегодня слушал один из вами американский простите украинский канал это называло 44 уголовных дела против бурис бы байденов отца и сына вот 55 я знаю это как факт потому что мне дали и у меня есть номера всех пяти значит из этих дел там каждая когда через роде джулиани ермаку поступило указание открыть уголовное дело ермак это сказал тогдашним начальником всех так называемых правоохранительных органов украины и каждый из них посчитал необходимым открыть свое собственное дело итого их 5 но помните что это плохо закончилось и для трампа да и для зеленского ничем хорошим не закончилось вот поэтому я думаю что второй второй заход в эту же реку опять-таки не получится поэтому господа как всегда слава украине вооруженным силам враг будет разбить победа будет за нами вам друзья выдержки мужества твердой веры в нашу неизбежную победу ждем смены главнокомандующего до новых скорых встреч